Всем привет! Сегодня знакомимся с очередным ручным китайским светодиодным фонариком. Это фонарик YYC, модель называется 736-T6. Фонарик очень компактный, да даже упаковка у него, вот смотрите, 160 мм, 40 мм и 75 мм ширина вот этой вот коробочки. Внутри находится непосредственно сам фонарик, есть зарядный кабель USB, микро-USB, кабель качественный и есть проверочный аккумулятор типа размера 18650. Фонарик выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, часть поверхности, видите, темного цвета анодированная и такая вот, как бы, нарядность данному устройству придает вот это вот красное бордовое такое оформление выдвижной части с линзой головной и обрамление кнопки включения. Во время работы фонарика кнопка включения светится зеленым светом, когда заряд аккумулятора близок к концу, то есть, когда уже видно, что аккумулятор скоро сядет, кнопка изменит цвет свечения на красный. Во время зарядки аккумулятора она также горит красным светом, вернее, мигает красным светом. Во время того, когда аккумулятор полностью зарядится, свет сменится на зеленый. Фокусировка луча осуществляется выдвижением головной части фонаря с установленной линзой, что позволяет получить либо узконаправленный луч, либо широкий рассеянный такой свет. Для освещения предметов, например, вблизи окружающей обстановки. Диаметр линзы здесь 22 мм, фонарик очень компактный, длина корпуса его 130 мм, и при максимально выдвинутой линзе длина корпуса становится всего лишь 140 мм. Очень удобно лежит в руке и не выскальзывает за счет того, что есть перфорация здесь. Из интересных особенностей фонарика можно отметить следующее. Отличается от всех остальных фонариков, что типично здесь имеется один режим работы. То есть вы можете включить фонарик и им пользоваться. Но, если вы нажимаете и длительно удерживаете кнопку включения, то видите, начинает меняться яркость фонарика. Таким образом вы можете плавно регулировать яркость. Вот эти два мигания, это показывает, что он достиг, допустим, нижней максимальной, вернее, минимальной яркости и максимальной яркости. Если же эту кнопку включения коротко нажать два раза, то получаем вот этот, так любимый китайцами, сигнальный режим стробоскопа. Таким образом, стандартная комплектация фонарика вот так выглядит. Но вы можете увидеть, что у нас там присутствуют еще две комплектации, две возможных. Итого в сумме три различных комплектации вот этого устройства. То есть в одной из них дополнительно мы можем добавить аккумулятор с честной емкостью 1800 мА бренда Go Power. То есть этот аккумулятор явно более емкий, чем тот, который идет в комплекте. И с этим аккумулятором фонарик будет работать дольше, больше, чем в два раза непрерывно. Ну а также для любителей более именитых брендов, а не то, что там никому неизвестный Go Power, мы можем добавить еще аккумулятор Lito Color. То есть это именитые производители аккумуляторов и зарядных устройств. То есть те, кто интересовался этим вопросом, они все прекрасно знают, что такое Lito Color. Или будет вот такой вот аккумулятор в дополнение к основному. Поэтому это основной комплект и в дополнение к нему может быть предложен еще аккумулятор либо Lito Color, либо аккумулятор Go Power. Это уже на ваш выбор, как говорится. На этом, пожалуй, все. До свидания. До новых встреч.